Всем привет! Вы на канале Зелёный Алматинец. В этом ролике я буду разбирать такую сантехнику. И это всё, что осталось от гибкой подводки, которую я как-то разбирал. Мы добывали оттуда латунь. А здесь я не знаю, что за металлы, но само интересно. Сейчас давайте каждую будем разбирать, посмотрим, что это такое. И может быть отсюда получится достать немного цветника. Всё, начнём перебирать. Начнём разбирать. Вот эту штуку надо открутить, потому что похоже на металл, но это обычный пластик, он лёгкий. Поэтому сразу его откручиваем. Здесь у нас есть кое-какие пластиковые места, их надо будет также убрать. Вот эту вот, сейчас проверим на болгарку. Если искры от него будут выделяться, то это обычная китайская нержавейка. Вот эту вот также проверим. Судя по выделению искр, вот эта часть, вот с этой, это китайская нержавейка, а вот тут, это цинк. Попробуем его вытащить. Это всё бросим в чёрный металл. Это другой шланг. Также искрила, и всё та же китайская нержавейка. Снял вот такую гайку, но она оказалась обычным пластиком, хотя и похожа на металл. Другая гайка, но она металлическая, тяжёленькая. Я её проверил на искру, искрит, и это китайская нержавейка. Многие шланги оказались из китайской нержавейки, а её принимают по цене чёрного металла. Но всё равно пойдёт, потом как-нибудь сдадим. Китайской нержавейки 835 грамм. Без цинка так же не обошлось, и вышло в итоге 4 такие гаечки. Они подянули на 45 грамм. Из всей этой кучи латунь так же удалось достать. Одна попалась гаечка, вот жёлтый блеск. Такие вот латуньки. Но самое удивительное то, что один из шлангов, я думал, что он из китайской нержавейки, но он был каким-то подозрительно тяжёлым. А внутри, вон, жёлтый цвет. Я пильнул по нему болгаркой. И вот, посмотрите. Засветился жёлтым. Походу, это чистая латунь. Хотя, в таких шлангах она попадается очень редко. Давайте взвешивать всё это добро. 215 грамм латунья. Давайте отправим теперь её в латунную копилку. Вот они, латунные запасы. Мелочёвку бросим сюда. А эту сюда. Кроме лома латуни, у меня в латунной копилке находятся такие старинные чайники. Правда, их было три штуки. Один был продан. Это вот денюжка от продажи. Тут 26 тысяч тенге. Но самое прикольное в том, что если бы я сдал всю эту латунь, по деньгам бы получилось меньше, чем находится вот здесь. И один чайник заменяет полностью латунную копилку. Хотя в запасе находятся ещё два. И, возможно, со временем они также продадутся. Не просто лом, а вот такой отличный антиквариат. Крутая находка, найденная в то время, когда ещё не занимался съёмками. Дамы и господа, спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока. До скорых встреч.